Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС, в студии Анастасия Бойко. Тема этого специального выпуска – ремонт и содержание дорог нашего региона. Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области направило обращение в областную прокуратуру о проверке законности отказа использования карьеров на объектах капитального ремонта дорог в Сдвинском и Доволенском районах. Документы на капитальный ремонт двух дорожных объектов разработаны в 2020 году. ТУАД нашел два карьера с грунтом, пригодным для устройства земельного полотна на дорогах, провел инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. В соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, оба карьера включены в перечень недр для использования грунта в капитальном ремонте. Однако Минприроды со своей стороны весной 2021 года выставила новые требования и отказала подрядчикам в получении лицензии на разработку грунта. Чтобы это произвести, надо по-другому провести геологические работы, по другим требованиям, сделать другой отчет геологический. До этого надо получить лицензию на поисковую. Ну то есть процедура большая появилась. Она занимает где-то порядка, если по всем регламентам идти, наверное, месяца 4-5. Надо уже работать было с мая, грубо говоря, да, ну там с июня, когда подсохнется. А мы стоим на месте. Работы на объектах сейчас приостановлены. После получения разрешения добычу возобновят. Это у нас два объекта капремонта и один еще в Маслянин. То есть Довольнский район, Сдвинский и Маслянинский. Карьеры включены в перечень недр, но вот эта процедура, которую нам озвучили, ее выполнять просто не в состоянии. Отмечу, дорога Сдвинск-Довольная имеет важное значение для района. По ней регулярно доставляют грузы, осуществляют пассажирские перевозки. В учебный год отдельные участки дороги служат школьными маршрутами. Безопасность складывается из нескольких факторов. Внимательности водителей и пешеходов, погодных условий и состоянии дорожной сети. О том, какие меры принимают для снижения аварийности в нашем материале. С начала года уже 30 погибших и 149 человек оказались в больничных палатах. Причина подавляющего большинства катастроф – превышение скорости и выезд на встречку. Мизерное количество столкновений из-за кочек и ям. Текущий ремонт дорог позволит снизить аварийность. Специалисты устраняют дефекты проезжей части. Меняют верхние изношенные слои, восстанавливают поперечную ровность, уклоны, укрепляют обочины. Меняют также барьерные ограждения, которые в результате наездов или климатических факторов потеряли высоту. В анализе аварийности за первое полугодие у нас снижение ДТП на 20%. Снижение числа травмированных и погибших за указанный также период на 21%. Количество ДТП с дорожными условиями сократилось на 54%. Чем плотнее трафик, тем больше внимания уделяют пешеходам. Чтобы исключить появление человека на проезжей части, в наиболее опасных местах устанавливают металлические ограждения на протяжении 50 метров в обе стороны от регулируемого пешеходного перехода. Такое же расстояние, если светофора нет, но переход ведет к образовательным учреждениям. Ежегодно ТУАД разрабатывает план по безопасности. Мы выполняем такие работы, как устройство новых тротуаров, пешеходных переходов, освещение, обустройство и так далее. Еще немаловажное, что повлияло, это реализация национального проекта безопасной и качественной дороги. В 2021 году на трассах региона выявлено всего два очага аварийности в Кольцово и на Советском шоссе. Согласно наказам президента, к 2024 году аварийность должна снизиться до 4 погибших на 100 тысяч населения, а к 2030 году до нуля. Все под контролем. Сейчас в регионе идет массовая приемка дорожных объектов, которые начали ремонтировать в начале сезона. За выполнением обязательств следит собственник областных трасс, территориальное управление автодорог. Следующий сюжет о том, как проверяют подрядчиков. Дорожная линейка и суперсовременные технологии. На учете каждая кочка и яма, которых не должно было быть, ведь трассу только реконструировали. Притом у каждой дороги в регионе есть гарантийный срок. Если на проезжей части появляются неровности или тротуары приходят в негодность раньше установленной даты, компания, которая строила или же ремонтировала магистраль, обязана устранить недочеты за свой счет. На данный момент ведомство ведет контроль за 250 объектами. Мы в своей работе делаем упор на две вещи. Прежде всего, это четкая организация процесса, чтобы не было возможности, когда где-то недопроверили. То есть, все должны знать, что нельзя проскочить, что называется. И второе, это применение современных технологий, сплошных, объективных, которые исключают человеческий фактор, которые дают точную и, самое главное, как я уже сказал, объективную оценку всего этого процесса. Строительство или ремонт магистрали начинается с заключения контрактов и составления проектов. На этом этапе подрядчик прописывает в документах каждый элемент дороги. Проезжую часть тротуары, бордюры, ливневки, ограждения и дорожные знаки. После окончания работы перед введением объекта в эксплуатацию, строительные компании подписывают гарантийный паспорт, где указаны все случаи, в которых необходимо будет экстренно заменить какой-либо элемент. Гарантия распространяется не только на дорожное полотно, но и на знаки, барьерные ограждения, тротуары и многое-многое другое. Нагануне губернатор Новосибирской области рекомендовал еще на этапе ввода объекта в эксплуатацию проверять, насколько качественно были выполнены работы. Это позволит заблаговременно выявлять дефекты. Тогда не будет необходимости ремонтировать их по гарантии через определенное время. В ТОАТ уже начали применять уникальную технологию сканирования, которая сама выявляет недочеты на дорожном полотне. Цифровая модель дороги может создаваться разными методами. Это и съемка с беспилотных летательных аппаратов, то есть цифровая фотограмметрия, так называемая создание ортофотопланов, получение по стереоснимкам физических характеристик дорог или отдельных элементов, дефектов и технология лазерного сканирования, мобильного или наземного лазерного сканирования. Срок гарантии зависит от типа конструктива. К примеру, сроки для дорожной одежды определяют, исходя из интенсивности движения, в среднем от 3 до 6 лет. Гарантии на дорожные знаки действуют от 5 до 10 лет, в зависимости от износа светоотражающей пленки. На этом выпуск программы ДПС завершен. Присылайте свои истории и вопросы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...